Сочи, море, пляж, горячая кукуруза, холодное пиво и жилье в Сочи. Друзья, как же снять жилье в Сочи? Вроде бы такой простой вопрос, но так много нюансов. Арендаторы жалуются на арендодателей, арендодатели жалуются на арендаторов, а сочинские риэлторы придумали хорошую схему. Правда, они ее придумали не вчера и даже не сегодня, а придумали ее, если что, много-много лет назад. Ну, как минимум лет 10. По крайней мере, я знаю об этой схеме, как минимум лет 10. В общем, друзья, приветствую вас с пляжа Дагомыс. Сейчас я покажу вам пляж. Сегодня 19 мая, скоро у нас начинается летний сезон 2024. Пляж готовится вовсю, чтобы принять гостей города-курорта и жителей, и во всей красе показать себя. Какой он замечательный, этот пляж Дагомыс. Солнышко остается сзади меня, и мы начинаем свой путь вот от этого пирса. Здесь, кстати, приплывают, если прийти так часиков, наверное, в часиков 5 утра, приплывают рыбаки, когда они поймают рыбку, приплывают и здесь продают потом рыбочку. Так, давайте мы с вами пройдем сейчас на пляж. Значит, я зашла вот отсюда, центральная. Так, центральный, будем говорить, центральный вход на пляж, налево, и идем, допустим, на правое. Значит, правая сторона, как вы помните, она у нас сейчас облагораживается, обустраивается, и скоро она представится в новом виде. Будет очень-очень красиво, а пока что мы идем с вами по моему, наверное, я не побоюсь этого слова, я вообще даже, не то чтобы побоюсь, я вообще никогда его даже и не боялась. Пойдем с вами по моему самому-самому любимому пляжу Дагомыс. Так, все, идем с вами гуляем, наслаждаемся. Люди пришли посмотреть на закат. Закат, конечно, у нас очень-очень красивый. Да, вообще у нас закаты в Сочи очень даже красивые. Итак, друзья, давайте поговорим с вами на ту тему, как же все-таки снять, и не то чтобы как снять, знаете, снять жилье в Сочи или в другом курортном городе можно очень даже легко. Во-первых, когда, допустим, мы входим, допустим, в поисковик, в Яндекс, что нам первое приходит в голову? Снять жилье в Сочи, или жилье в Сочи снять недорого, да? Вот такие поисковые запросы очень часто забивают, тем более сейчас перед летним сезоном все чаще и чаще таких поисковых запросов. И почему я вообще решила снять это видео? Потому что ко мне очень многие люди стали обращаться по поводу аренды жилья, чтобы надежно, надежно, именно вот это ключевое слово у нас сегодня будет на протяжении всего видео. Надежно снять жилье в Сочи. Многие, как вы знаете, я уже многим помогала в этом вопросе, я сама лично не занимаюсь сдачей, арендой, подбором и всем остальным. Я могу порекомендовать районы, можете мне написать в Инстаграм, в Телеграм, в любые социальные сети мне написать. Я могу подсказать, где можно, в каких районах можно снять, где лучше с детьми, где там более пологий пляж, где там галька будет покрупнее, где будет мельче. В общем, на такие общие вопросы я с удовольствием всегда могу ответить. Я открыта к диалогу, так что, если что, пишите, звоните. Всегда помогу, чем смогу. Вот. Но, что касаемо аренды. Значит, я вам хотела рассказать то, что в Сочи очень распространена схема, когда людей обманывают. Как это происходит вообще? Рассказываю. Я в свое время когда-то жила на улице Чайковского, и вот там есть такие, знаете, Чайковского 8-10, где теннисные курты вблизи пляжа Ривьеры. И, возможно, даже кто-то попадался. Это, то есть, уже отработанная схема риэлторов, и причем она отработана уже годами. И вот там, на этом адресе, там есть такие бетонные плиты. И вот там, вы знаете, сколько я людей вообще повидала, которых обманули, обманули. И когда я уже такая смотрю, выходила там, типа, на балкончик такой, и говорю, и такая, ой, говорю, смотрю, а там люди стоят. А я им говорю, здравствуйте, а вы там ждете, вы, наверное, ждете там тех-то, 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 да, там, типа, якобы, собственники сейчас там подъедут, да, и вы, я же смотрю, люди с чемоданами, с детьми, понимаете. Вот. И они говорят, да. А я говорю, ну, вы знаете, вы можете не ждать, потому что к вам никто не приедет. И, естественно, люди не понимают этого. То есть, ну, я не знаю даже, какой процент людей попадались вообще на эти уловки, я так, ну, не побоюсь этого слова, на уловки этих мошенников. И вот многие люди, а вы представляете, вот стоят с чемоданами, с детьми маленькими, а не дай бог еще с грудными, а были и такие, которые с грудными детьми стояли. И просто стоят по два, по три, по четыре, по пять, они так весь день могут стоять ждать. В общем, ближе к делу. Значит, что вы делаете? Что вы делаете? Что делают вообще туристы? Они сидят такие в своем городе, например, там в Уссурийске, да, сидят и такие что-то, о, как вот в Сочи летний сезон. Вот когда-то была в Сочи, отдыхала. Мне так было прекрасно. Вообще классное время проводила. Была очень давно в Сочи и хочется вернуться обратно в Сочи. Несомненно, хочется. Город прекрасен. Он берет своим колоритом, берет вообще своим статусом, да, то, что здесь очень много всяких мероприятий проходит, много знаменитостей приезжает. Ну, то есть в Сочи хочется возвращаться всегда. Ну и что вы делаете? Вы заходите, допустим, на Авито, вбиваете там, снять жилье там в Сочи, например. Ну, вбиваете в Яндексе, снять жилье в Сочи. Что попадается, во-первых, это, допустим, такие сервисы, как Островок, Суточно.ру, Авито, ну, естественно, значит, Авито, о, Авито, Островок, Суточно.ру, да, в принципе, и Авито уже сейчас. Они берут, во-первых, там сразу же цена идет дороже. Почему? Потому что вот эти вот агрегаторы, там как минимум где-то, наверное, 25% они себе забирают. Представляете? То есть вы на 25% вы переплачиваете за жилье в Сочи. Вы потом куда вы идете? Наверное, на Авито. Авито точно такой же стал агрегатор, точно так же они, у них там есть система бронирования. И точно так же они берут комиссию с собственников и со всех остальных, ну, то есть кто представляет эти объекты. Вот, вы начинаете, что вы можете еще найти? Вы такие думаете, ага, так, хорошо, там комиссия. Значит, что мы делаем? Мы делаем следующее. Мы берем, заходим в группу ВКонтакте, да, где написано «Жилье в Сочи без посредников, чисто от собственников». Начинаете листать объявления, а там якобы собственник, собственник и так далее и тому подобное. Я вам так скажу, то, что большая часть этих объявлений это далеко не собственники. И поверьте, те люди, которые ведут эту группу, они тоже в этом заинтересованы. Но зачастую так бывает, то, что вы можете там якобы, ну, допустим, хорошо, нашли вы там, допустим, на Авито, на Авито, квартиру. Нашли, так, все, хорошо, созвонились, вроде бы написано «Собственник», все, звоните такие и говорите. Я вот там планирую приезд, например, там 15 июня. Собственник, да, говорит, да, все, квартира свободна, можете приезжать. Вы там переводите задаток 5000 рублей или, допустим, выясняется там, что это какой-нибудь риэлтор, что еще, да, хуже, что еще хуже. Вы такие приезжаете и либо там вы уже на месте узнаете, что это далеко не собственник, а это риэлтор, это агентство. И вам говорят, знаете, там Тамара, а Тамара, допустим, прилетела одна, ну, либо там с детьми. И говорит, вы знаете, вот эта квартира там за 2000 рублей, которую вы нашли на Авито, она занята уже. «Давайте, давайте я вам другую какую-нибудь подыщу». Она такая, ну, давайте, ну, а что делать? Уже, тем более, с дороги, когда ты ехал там на поезде, там, чуть-чухал там, я не знаю, там, с Уссурийской, я не знаю, сколько этот поезд будет чуть-чухать до Сочи. Ну, допустим, даже 12-14 там сутки вы там ехали, да, часов. И потом, получается, приезжает, значит, Тамара в город Сочи и говорят ей, все, квартиры нет, давайте подберем. Ну, давайте. Что Тамаре остается делать? Она вроде бы как хочет уже и спать, и хочет уже принять душ, и уже хочется к морю, потому что первое, что мы делаем, как только заезжаем в город, естественно, мы бережим вот этому черному прекрасному морю. И потом, значит, этот риэлтор, этот риэлтор ведет Тамару в агентство недвижимости и говорит, смотрите, мы вам можем предоставить не варианты, а можем вам предоставить список этих, список объектов, и вы самостоятельно можете прозвонить собственникам, то есть они предоставляют вам список собственников, и вы сами можете прозвонить собственникам, найти для себя подходящий вариант. Она такая, Тамара думает, ну, что делать, да, на авито сейчас же не лезть, не садиться же на скамейку и не лезть искать варианты. А Тамара соглашается, соглашается Тамара и такая, говорит, ну, что делать? А риэлтор говорит, только этот договор, они подписывают договор, да, подписывают договор и говорят, нужно будет, этот договор стоит 10 тысяч рублей, а договор информационных услуг, то есть оказание информационных услуг. Ну, они вам просто предоставляют список документов, вот, список объектов, которые вы можете арендовать. Вот, она такая думает, так, 10 тысяч рублей, 5 тысяч я уже заплатила, перевела аванс, когда еще была там в своем муссурийске, и осталось 5 тысяч рублей, ну, что делать? Ну, хорошо. Значит, платит она эти 5 тысяч рублей, потом вам дают договор, там список объектов, и вот тут начинается самое веселое. То, что вы начинаете звонить по одному номеру, там, говорят, уже квартира создана, потом начинает звонить на другой номер, они говорят, все, там, квартира занята, либо там еще что-то, либо еще что-то. Короче, по этому списку сидят специально обученные люди, которые отвечают и говорят, нет, 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 то есть они вроде бы как и риэлторы, и ты тут такой стоишь и понимаешь, то, что ни один вариант, либо тебе дорого, если, допустим, они говорят, да, у нас есть квартира, но вам будет дорого, вы не тянете, вам, допустим, у вас бюджет, там, например, не знаю, там, 3 тысячи рублей максимум, да, а вам предлагают за 5 тысяч рублей, и вы такие думаете, ну, что делать-то? И что вы дальше делаете? Естественно, вы никуда не идете, риэлторы, там, свои, там, 10 тысяч, условно говоря, там, заработали, да, может быть, это сейчас 15 тысяч стоит, просто, допустим, 6 лет назад, даже не 6, 7 лет назад, это, там, было в районе 7-10 тысяч, вот сейчас, может быть, 10-15, мне кажется, может быть, я думаю, что они чуть-чуть ценник тоже подняли, вот, и вы, получается, просто, у вас опускаются руки, что вы делаете? Вы идете искать, ну, какой-нибудь уже какой-нибудь гостевой дом, то есть вы там, не знаю, идете в курортном городке, да, и вы такие думаете, ну, все, ну, сейчас я вот зайду, и вы находите какой-нибудь, какую-нибудь комнату, лишь бы уже куда-нибудь упасть, прилечь, оставить свои сумки, чемоданы и просто уже сходить на море, у вас просто уже нет сил, ни сил, ни времени, ни желания вообще этим заниматься, и потом вы просто оставляете, заходите в гостевой дом, арендуете комнату с общей кухней, с общим туалетом где-нибудь на этаже, и все, и вы такие думаете, ну, ладно, сейчас я вот эту вот арендую, а тут денек-два поживу, и потом, ну, то есть у меня будет время, чтобы найти, друзья, не надо, ну, вот, чтобы вот так вот, вот портить себе отдых, вот представьте, да, себя на месте вот этой Тамары, то, что вы приезжаете в Сочи, портите себе сразу первое впечатление, а потом вы начинаете плеваться, какой Сочи паршивый, какой он плохой, как здесь все плохо, здесь кругом обман, и вообще зачем сюда ехать, я этого не понимаю, то есть он нахрен никому не нужен, этот Сочи, понимаете, и здесь вообще постельное белье не сохнет, волосы тоже мокрые, и вообще тут сырость, гадость, тараканы тропические эти ползают, короче, вообще зачем этот Сочи нужен, зачем вы все сюда тогда едете, да, хочется спросить, и вот, чтобы у вас не было вот таких вот шикарных, в кавычках, впечатлений о городе Сочи, нужно правильно арендовать жилье, и вот опять-таки стоит, мы гуляем с вами по пляжу Дагомес, вот стоит Каравелла Португалии, многие туристы здесь сидят, они такие видят, о, Каравелла там, о, продажа, о, допустим, аренда, вы начинаете звонить по этим баннерам, и вас потом, понимаете, вот у меня сейчас была бы вот вторая рука бы свободная, я бы вам показала там одно действие, ну ладно, я вам покажу вот так, и вас просто вот на раз-два вот так вот вас обманывают, и вот, чтобы такое вот не происходило, я всегда в своих видео говорю, если вы хотите арендовать жилье надежное, чтобы вас не обманули, и чтобы вы не приехали, допустим, собственник вам скидывает фотографии, такие говорят, вот, типа, такая просторная там квартирка, вот смотрите, светлая, вот они фотографии, а приезжаете, а по факту, знаете что, вы заходите, не, не, подождите, вы сначала не заходите, вы сначала приезжаете в Сочи, вот этот армянин вас встречает и говорит, брат, вот тебе ключи, бери ключи, езжай, вот тебе пишет на бумажечке там какой-нибудь адрес, говорит, вот, езжай туда и заходи, снимай, все, живи, и знаете, что происходит, вы с ним рассчитываетесь, вы приезжаете в квартиру по адресу, да, заходите, а там просто сырость, грязно, пауки, паутины, и вы просто, и квартира не такая чисто убитая, как была на фотографиях, а там просто ужас, понимаете, она, она грязная и убитая эта квартира, вот это вот самое страшное, когда ты приедешь, и ты такой, еще там есть такие вот люди, да, которые говорят, мы всегда приезжаем в Сочи, и только по факту, опять-таки, почему вы ищете жилье только по факту, только потому что, значит, вы не доверяетесь, значит, вы боитесь попасться на это, и вот чтобы не бояться и с детьми, с колясками, с багажом, не стоять где-то там на Чайковского 8-10 с маленькими детьми или с грудным ребенком, и не стоять как дурак, понимаете, а просто приехать и надежно заселиться, где вас встретят, где вам покажут все, и не обманут, и те фотографии, которые вам предоставят, они будут действительно отвечать тому объекту, который вы будете арендовать. Я сейчас получаю очень-очень много запросов на то, что, и я обожаю вас, и я вас люблю, мои дорогие вот эти вот, кто интересуется, то, что вы интересуетесь и задаете вопросы, как арендовать, и Марина, пожалуйста, подскажите надежного человека, который поможет арендовать жилье в Сочи. У меня есть такой человек, я вас сегодня познакомлю с этим человеком, и расскажу, чем она занимается, и что она вообще сдает, что можно арендовать. Она вообще занимается объектами, ее зовут Елена, я уже не первый раз говорила, спросите мне, просто напишите, скажите, Марина, поделитесь, пожалуйста, контактом. Я ведь, я вам бесплатно всегда показываю этот город Сочи, показываю видео, я вам постоянно даю очень-очень много информации, почитайте комментарии, то, что многие люди пишут, Марина, спасибо за то, что показываете, за то, что рассказываете, и я не жалею для вас информации, и мне поделиться контактом, допустим, выгодными экскурсиями, либо тем, кто занимается доверительным управлением, мне не жалко, пожалуйста, берите, пользуйтесь. А те, кто сидят, типа такие, да, мы сами, мы сами все знаем, мы все знаем, а потом просто сидят на этих бетонных плитах, и все. В общем, ребята, кому нужен контакт Елены, пишите мне в Инстаграм, либо в Телеграм, заходите, ссылки под каждым видео, в описании, в комментариях, то есть я везде уже прикрепляю свои ссылки на социальные сети, ну, во-первых, подписывайтесь на них, и, конечно же, не жалейте, пожалуйста, комментариев под теми видео, которые вы смотрите. Пишите, обращайтесь, всем расскажу, объясню, и вот Елена как раз-таки тот самый человек, который не бросит вас здесь в Сочи, просто не напишет адрес на какой-то там маленькой бумажечке, и не вручит вам ключи где-нибудь на Батумском шоссе. Она вас встретит, отвезет там на адрес, либо вы туда подъедете на такси, все вам расскажет и покажет. И вот сегодня мы с вами как раз-таки познакомимся с Еленой, и я вам покажу один дом, покажу, которым она управляет, и которую вы сможете арендовать. Итак, друзья, я сейчас приехала на ту самую улицу Ленинградскую, Ленинградскую, это адрес у нас город Сочи, улица Ленинградская, 17А. Сейчас я разверну камеру и покажу вам тот самый дом, о котором я вам рассказывала, где вы сможете провести идеальный отпуск со своей большой-большой семьей, либо очень большой компанией, за которую вы потом просто скажете спасибо. Итак, давайте я разворачиваю камеру и показываю вам этот шикарный дом. Вот она, улица Ленинградская, это Дагомыс, как я уже и сказала. Адрес у нас улица Ленинградская, 17А. Вот такие красивые, шикарные ворота. Сразу же, конечно же, в городе Сочи, что нас может еще встречать? Конечно же, шикарная пальма на территории. И вот такой дом. Мы за собой закрываем дверку, все это надежно закрывается, ворота автоматически отъезжают, открываются. Пальмочка с этой стороны, с этой стороны. Вы представляете, какие красивые у вас будут фотографии? Значит, здесь у нас сразу такая брусчаточка, здесь помещается три автомобиля. Раз, два, три, и еще есть гараж. Давайте мы сейчас с вами пройдем. Везде у нас зелень, красивые какие-то цветы, даже вот посмотрите, пионы, лилии. Все очень красиво, специально для вас, чтобы ваш отпуск был незабываемый. Там у нас, значит, лестница идет, гараж, и здесь у нас входная группа. Субтитры подогнал «Симон»! Так, мы с вами разбываемся. Сразу нас встречает здесь система хранения. Все, наделали тапочки. Вот такая система хранения. Все выполнено в таких светлых оттенках. Шкафчики не будем открывать. Естественно, вы знаете, что там находятся полочки. Мы с вами проходим. Очень-очень красиво еще один шкаф. Здесь у нас, посмотрите, вот такая лестница. Мы с вами спускаемся вниз. Можно пройти направо, можно спуститься вниз. И спускаемся. Все выполнено в светлых оттенках. Натуральное дерево на полу. Везде множество, количество зеркал. То есть это все это расширяет пространство. Занавески. То есть очень темные. Захотели, закрыли. Захотели, открыли. Красивая система освещения. Освещения очень-очень много здесь. Это вот гостиная. Большой шикарный диван. Камин. Все это к вашему приезду. Естественно, к вашему приезду все это разожгут. Камин. Все сделают. Большой телевизор. Хотите, включайте. Хотите, не включайте. И отсюда мы сразу попадаем в вот такую шикарную столовую. Посмотрите. То есть здесь для отдыха, я вам так скажу. Здесь для жизни есть все. Не то, чтобы для отдыха. Очень шикарный дом. Шикарная техника. Шикарная мебель. То есть здесь, если тут столешница, то она, естественно, из камня. То есть очень все классно выглядит. Чайник. Я, естественно, о всех этих мелочах. Но сейчас я вам не буду рассказывать. Естественно, это все есть. Посуда есть. Все здесь есть. Бокалы. Тарелочки. Вот смотрите. То есть на большую-большую компанию. Микроволновка, духовой шкаф, вытяжка. То есть все очень-очень даже красиво. С кухни мы можем с вами выйти на такой балкон. Здесь практически с каждой комнаты идет выход на балкон. ЖК Босфор. ЖК Солнечный Дагомыс. Это у нас Батумское шоссе. В общем, все эти виды вы все прекрасно знаете. Так. И здесь у нас, посмотрите, это все наша с вами территория. Шикарный бассейн. Мы сейчас туда тоже плавненько подойдем. Шикарный. Посмотрите, какие кипарисы, которые закрывают вас от соседей. То есть если здесь тоже зелень, 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 никто вам не смотрит там глаза в глаза. И никто не следит за вами. То есть это все приватная территория. Очень-очень красивая. Здесь мушмола. Очень много плодовых деревьев, к которым вы можете виноград есть даже на территории. Это, кстати, банный комплекс, сауна. Но мы сейчас с вами тоже туда дойдем. Есть стульчики. То есть все это имеется. Дальше идем с вами. Давайте мы с вами сейчас поднимемся на третий этаж. Поднимемся. Очень шикарно. Просто вот. Вы знаете, даже вот цветовая гамма, она подойдет практически для всех. То есть это такие нейтральные оттенки. Даже вот наши вот отели. Взять тот же отель там пятизвездочный Риксос, да. Очень, ну, совпадает в принципе в светлых и бежевых оттенках. Так, значит, давайте мы с вами пройдем вот в эту комнату. Мне она вообще безумно просто нравится. Это мастер-спальня. Мастер-спальня, она имеет свой санузел, ванну. Но, вот посмотрите, косметический столик, зона для хранения вещей. Здесь вообще можно привезти всю свою жизнь. Телевизор, шторы. То есть шторы блэкаут. Все это, все это очень выполнено. Очень красиво это. Посмотрите. То есть это не какой-то дешевый дом для, не знаю, который делали просто под сдачу, чтобы его просто убили. Нет, за этим домом действительно ухаживают. И ухаживает, управляет, будем так говорить, управляет этим домом прекрасная девушка Елена, о которой я вам вот всегда рассказываю. И, ну вот, к сожалению, не показывала ее. И сейчас я вас тоже с ней познакомлю, потому что очень многие мои зрители просили контакт этой девушки. Уже многие успели с ней познакомиться. Кто-то уже даже приезжал, отдыхал. Она помогала подбирать жилье в Сочи. У нее есть очень много объектов по всему большому Сочи, которыми она управляет. И вот этот дом, который я вам сейчас показываю, это один из немногих, ой, из многих объектов, которыми она управляет. Всем привет. Так, идем дальше. Выходим с этой мастер-спальни. Естественно, отсюда тоже можно выйти на балкон. Шикарные виды на Дагомес. Дальше идем здесь. Еще одна комната. Очередная. Это вот больше, знаете, такая вот комната для мальчика. Для одного мальчика. Кстати, если вы будете приезжать на отдых, вашему ребенку тоже нужно учиться. Дистанционное обучение у нас сейчас у многих. Вот здесь есть шикарный стол. Можно вашему ребенку спокойно позаниматься. Он здесь уединиться. И вообще будет очень круто проводить время. Так, далее. Следующая комната вот такая. Это уже, знаете, более такая для девочки комната. Но, несмотря на то, что она вот для девочки, посмотрите, какая она огромная. То есть девочка тут вообще может все свои там, всю свою косметику привезти и расположить здесь тоже огромный шкаф, косметический столик, шикарная кровать, люстры. И все такое сделано, знаете, в нежно-розовом. Знаете, не в таком прям розовом-розовом, а в розовых оттенках, как вот Барби, да, такой вот сочетается у нас розовый цвет с куклой Барби. Посмотрите, какое шикарное тоже кресло, стол, где может ваша девочка позаниматься. И, кстати, даже можно будет, у нас же дети все такие модные сейчас, да, тиктоки снимают, там всякие шорты, короткие видео. Вот у нас здесь уже лампа стоит, может прекрасно позаниматься. Далее, поднимаемся еще выше, представляете, как Карцен живет на крыше, и мы поднимаемся на такую мансарду. И здесь вот такая вот большая, я бы, знаете, я бы эту комнату, я вообще как зашла сюда, я такая, вау! Все, вы знаете, дети, наверное, мечтали где-то вот жить на мансарде, да, и посмотрите, тут типа такой домик тоже. Дети здесь вообще могут устраивать дискотеку, такие лампы, лампы прикольные. И сразу же здесь, конечно же, есть еще вот такое место, читальный зал, будем так говорить. Посмотрите, сколько много книг, игрушек, потом всякие пазлы здесь есть, книги, 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 потом всякие настольные игры. То есть вашему ребенку, ну, даже это не одному ребенку, то есть сюда, в этот дом можно привезти, я не знаю, раз, два, три, четыре. И, я не знаю, там человек десять, понимаете, это только детей, им здесь будет весело. Представляете, ходить по этим лабиринтам сразу же здесь, конечно, есть вот такой еще санузел. Санузел прекрасный. И далее мы с вами спускаемся. Сейчас мы с вами идем в зону бассейна. Покажу вам сейчас зону отдыха, которая находится на улице. И познакомлю вас как раз-таки с той самой Еленой, которая управляет этим домом, ну, и не только этим домом. Объектами в городе Сочи. Так. Вот я сама, ага, все. Вот я сама и запуталась. А, кстати, я не показала, здесь есть еще один санузел. Здесь кладовая. Я вам все помещения не буду показывать. Спускаемся еще ниже и попадаем мы вот сюда. Здесь есть у нас еще две спальни. Сейчас я вам быстренько показываю. Смотрите. Это просто как гостевая спальня. Но все как бы, вы обратите внимание, даже постельное белье. То есть нет вот этого бабушкиного ремонта, нет бабушкиного постельного белья. Все это в однотонном стиле. Очень выглядит даже красиво. Телевизор практически в каждой комнате, за исключением детских комнат. И здесь у нас еще санузел. Санузел и душевая кабина, стиральная машинка. То есть все. К вашему приезду, естественно, это все готовят, все это убирают и приводят в порядок. Здесь у нас, значит, роллставни. Они закрываются и все это безопасно. Здесь на ключик тоже все закрывается и выходим мы с вами. Посмотрите, куда. Просто на шикарный, на шикарнейший балкон, террасу. Здесь мы можем подняться на входную группу, там, где мы с вами и заходили. Петуни, герань. Все очень красиво. Птички поют. Вот давайте я просто сейчас помолчу, а вы даже послушайте, как лает собака и как поют птички. Все, ребят, давайте идем с вами дальше. Дом очень большой, территория большая, плодовые деревья, черешня. Вот этот мушмула здесь, то есть виноград. Все это вы можете, естественно, вот такие идете, идете. Такие, о, не съесть бы мне мушмулу. Такие раз, оторвали, покушали и пошли себе дальше на бассейн. Здесь мангальная зона имеется. Здесь банный комплекс. Здесь еще один стол. Летняя кухня. Телевизор. Здесь у нас сауна. Посмотрите, все это, естественно, к вашему приезду. Еще раз говорю, к вашему приезду. Все это разогревают, все это делают. И все это будет очень-очень даже красиво. Камин вам тоже разожгут. Здесь, значит, стиральная машина, унитаз. Ну, в общем, все как и положено. Не будем останавливаться на таких мелочах. Дальше самое главное, наверное, да, если там, допустим, будет какая-то непогода, да, допустим, будет какой-то шторм, вы можете сюда спуститься, к этому прекрасному бассейну и искупаться. Посмотрите, как красиво, да? Очень-очень даже красиво. Кипарисы вот эти вот, но они вообще просто шикарные. И они выглядят как изгородь, такая высокая-высокая изгородь. Очень красиво. Еще такое солнышко приятное. Кстати, сейчас у нас получается 18,09, температура воздуха 18 градусов. Здесь такие ступеньки, спускаемся, батут для детей, качели, ну и бассейн. И самый главный человек, который нас здесь ждет, это Елена. Елена, привет! Итак, ребят, вот она, та самая Елена из города Сочи, с которой вы уже знакомы. Кто-то заочно знаком, кто-то уже лично знаком. Многие мои зрители приезжали в город Сочи, обращались ко мне, я рекомендовала Елену. Я ей доверяю просто, как себе. Мы с Леной вообще знакомы очень давно. И поэтому я могу смело ей доверять. И знаю на 100% то, что этот человек никогда не обманет. Ее всегда скажет правду и всегда подберет самые лучшие варианты. Лена, здравствуй! Познакомься со своими зрителями. Добрый день! Всем большой привет из города Сочи. Марина, очень приятно слышать такие слова. Но я надеюсь, что заслужено. Но это тоже надеюсь. Лен, расскажи, чем? Расскажи моим подписчикам, чем ты вообще занимаешься? И вот как ты управляешь такими большими домами? Ты такая маленькая, хрупкая, а управляешь такими огромными домами. Что у тебя еще есть? Занимаюсь любимым делом. Я работаю в Сочи в качестве доверительного управляющего. Веду объекты напрямую от собственников. То есть это говорит о том, что между нами нет никаких второстепенных еще дополнительных людей. Мы сразу же напрямую с собственником заключаем договор управления. И я, соответственно, введу этот объект, и я знаю все нюансы, могу сориентировать максимально своих гостей по их необходимым предпочтениям. То есть все, что им захочется, мы при выборе объектов, мы это все учтем. Кстати, ребята, это очень важно, то, что вот Елена, это действительно, это не риэлтор, именно, и она не берет комиссию с вас. То есть она работает совсем по-иному. У нее свои объекты, которыми она управляет. Так и есть, потому что у нас множество объектов. У меня есть мои помощники, естественно, моя такая надежная команда. В нашем, скажем так, каталоге предложений, начиная от обычных квартир, но все идут комфорт-класс, то есть мы стараемся максимально предложить комфортные варианты для наших гостей. Начиная от квартир, далее мы можем предлагать апартаменты, апартаменты разного уровня, от стандарта до премиального и люкс вариантов, также дома для отдыха и также виллы, начиная от трех спален и больше. Вот данный объект, который показывает сейчас Марина, он как раз относится к уникальным вариантам, потому что здесь мы имеем три спальни, большую территорию придомовую, плодовый сад и детские игровые, много парковочных мест, и мы находимся вроде как бы в приватном месте, но тем не менее это легкий доступ для любой локации. А что еще есть? Ну, квартиры, в каких районах? Районы любые. Да, вот, начиная от... У нас же Сочи, это Большой Сочи, откуда? От Лазаревского, от Дагомыса, да? Ну, я конкретно занимаюсь вариантами от Сириуса до Дагомыса. Вот, то есть вот это наш объем. Да, вот имейте в виду. А Красная Поляна? Конечно, обязательно Красная Поляна. Вот, тоже, видите, есть еще Красная Поляна, то есть не только дорогущие отели, вот эти пятерки, четверки, и цена будет намного дешевле, чем, допустим, эти отели. Ну, в горячий сезон, конечно, очень большой спрос, но тем не менее мы максимально стараемся угодить и предлагаем все-таки то, что очень комфортно и вкусно. В общем, все есть, да? В общем, ребята, обращайтесь к Елене, вот я вам показала ее, все теперь будут знать, как она выглядит. Да, и теперь будет не только номер телефона, вот так мы работаем. Да, мне очень важно, чтобы мои гости уезжали довольные, отдыхали прекрасно и возвращались к нам снова. Кстати, да, я могу от себя еще сказать то, что вот с кем я общалась, кому я давала контакты, я спрашивала, ну что, как вы отдохнули, что, куда ходили там по экскурсиям, и они все говорят, шикарно просто отдохнули. Отдохнули шикарно и даже вот, ну, ни к чему, ну, нельзя никакой минус даже вот назвать. И прекрасные объекты, чисто, прекрасно, нет никаких там, не знаю, там, каких-то минусов, ну все идеально. Я еще хочу дополнить, что при заезде наших гостей мы стараемся максимально их сориентировать. На что стоит потратить деньги, на что не стоит это делать, куда сходить в конкретные локации, что можно посмотреть, и этим самым мы экономим их время, то есть намного комфортнее становится распределять свой досуговый момент, да, свое досуговое время, чтобы не тратить на что-то ненужное, скажем так. В общем, стараемся максимально помогать в этом. В общем, ребята, обращайтесь. В общем, кому нужен контакт Елены, Елены, пишите мне в Инстаграм, в Телеграм, вам дам контакт и свяжу вас с Еленой. Давайте я вам расскажу еще одну историю, как обманывают еще. Допустим, когда вы ищете в социальных сетях, например, такие как Инстаграм, да, очень много там страниц, которые ведут там дома отдыха якобы, сдачи квартир, там просто выставляют какие-то свои объекты, а сдача жилья. И, значит, как они обманывают? То есть вы там просматриваете их страницу, вроде бы много вариантов, но первый ключевой такой вот звоночек, то что там отключены все комментарии. Либо там могут быть комментарии просто там типа накрученные. Дальше вы выбираете объект, вам типа понравился объект, вы опять-таки переводите там задаток, там 5000 рублей, и знаете, что происходит после этого? Просто вас берут и блокируют. Все. И больше на связь, то есть, естественно, с вами не выходят. Далее. Ну, опять-таки, чтобы проверить, если вы вдруг нашли, вы нашли какое-то объявление, либо какой-то инстаграмный аккаунт о сдаче жилья, обязательно пробивайте ник, потому что пробивайте просто в Яндексе этот ник, и вам повалится куча-куча отзывов. И вы уже будете понимать, как бы можно там связываться с этим аккаунтом, либо нет. Что хочу сказать в завершении вообще этого видео, то что в последнее время вообще очень-очень много, да не то, чтобы в последнее время, да всегда, мне кажется, такое было, то, что очень много жалоб именно на безобразное поведение арендодателей. Вы знаете, они вообще могут вот творить что угодно, они могут повысить цену вам по ходу проживания, когда людям просто некуда деваться, понимаете? Они вот могут выбросить жильцов одних на улицу с детьми, в общем, они ищут тысячу и одну причину, чтобы просто зарабатывать просто вот на этом Черном море и делать деньги из воздуха. В общем, друзья, всем, кто хочет отдыхать в городе Сочи, я рекомендую просто настоятельно искать жилье именно по рекомендациям. Я вам могу порекомендовать такого человека, где вы точно приедете в город Сочи и не останетесь обманутыми. Ну и, конечно же, что бы я хотела вам сказать в завершении, что бы вы обязательно изучали сочинские группы в социальных сетях, именно истории обмана, мошенничества с арендой жилья в Сочи. Обязательно изучите и почитайте. Все, я с вами прощаюсь, говорю всем пока-пока, до новых встреч в городе-курорте Сочи.